Говорят так, 3 ноября вечером нужно ожидать начала гражданской войны в Америке. Пройдут выборы, и вот, как говорит бывший стратегический советник Белого дома Стивен Беннон, он говорит так, в этот момент, когда произойдут выборы, демократы не признают Трампа, они уже это сказали, что не признают его, и выйдут на улицы, и начнутся иски, и начнутся социальные сети работать, и так далее, и так далее. Неповиновение общее, они будут вызывать, вызывать эту войну. Сейчас самое счастливое время для продавцов оружия. Идет скупка оружия, кто не умеет стрелять, учатся стрелять, закупаются консервы дома, выезжают люди из больших городов, чтобы не быть в это время, это будут беспорядки явно. То есть мой вопрос такой, на самом деле. Если бы можно было повернуть мозги Трампа, например, на сегодняшний день, вот как вы считаете, с каким обращением он должен был бы обратиться к народу сегодня, Америке? Что бы вы сказали на его месте? Такой вопрос. Я бы им сказал, мы американцы, все. Мы все относимся к одному народу. Так. Нет никакой разницы между нами. Давайте перестанем играть на черных-белых, на латиносах и на европейцах. Ни на чем. Давайте будем обращаться друг к другу, как американцы. И тот, кто будет хоть в чем-то выражать неравномерное отношение друг к другу, все вместе будем выражать свою ненависть к таким людям. Давайте мы сейчас сделаем только такое исправление между нами, что показательно, чтобы все люди чувствовали к себе равные отношения от всех. И тогда мы сможем голосовать за идею, которая не относится к свету ни к чему. Вот эту идею нам надо будет потом выразить. А идея, она, в принципе, простая. Все люди хотят свободно, без давления на себя, уверенно жить и подготовить хорошее будущее для своих детей. Это, в принципе, то, о чем должны думать люди и государство, и во все все человечество. Что же нам еще делать? Мы существуем. Мы должны сделать нашу жизнь, жизнь наших детей, такой, чтобы нам было приятно, удобно существовать. Это в наших силах сделать. Мы не сможем при этом соблюдать все те якобы свободы, которые есть в Америке. Мы не сможем давать человеку свободно зарабатывать по тем законам, которые сейчас существуют, а бедному человеку падать до состояния, когда он не сможет уже с него подняться. Мы обязаны воспитывать население в первую очередь. Проблема воспитания населения, она самая важная. Америка может дать пример всему миру, и тогда весь мир поймет, что действительно в этом она великая страна. Зная, что есть две партии, и такие ненавидящие друг друга, вот что бы должен был бы сейчас сказать Трамп? Ну что, как вы считаете? Я предлагаю объединение, перемирие и общую программу оздоровления страны. Чтобы мы вот сели, да? Чтобы мы вместе сели и начали разбирать, что же между нами плохо. Нет демократов, нет республиканцев, есть один народ, одно правительство. Так вот, представляете, он бы выбил бы оружие, если бы вместо перепалок вдруг пошел на вот такую вот программу. Так, вы верите, что там произойдет чудо, и встанет новая Америка, здоровая, не знаю, сильная? Нет, нет. Влияющая на весь мир, хорошо? Нет, дело же в том, что никто не послушает. Это? Конечно. Над ним посмеются, его не услышат, не заметят. Есть же столько заинтересованных в беспорядках, в разборках. Да его окружение, наверное, не даст ему возможность такое сказать. Конечно, однозначно. Понятно. Ну, два слова в завершении. Вот скажите что-нибудь такое об Америке, будущего, или не знаю. Я бы все-таки сделал бы очень большое заявление на огромной пресс-конференции, на которую созвал бы всех. Это со стороны Трампа сегодняшнего. Да, да, да. По всем каналам в этот момент с коронавирусом, со всеми проблемами, которые стоят перед Америкой. И это можно обосновать не своей слабостью, а необходимостью народа, государства. Это называется на волне вируса вдруг поднять Америку. Да. Не опустить ее, а поднять. Да. Ну, будем надеяться. А вдруг? Вдруг? Есть же чудеса. А вдруг? Так раз. Нет. Нет. Вы говорите, да, и сами загораетесь, я вижу. Хотели бы, чтобы это было. Нет, я не загораюсь, а мне это живет. Живет. Но то, что это не произойдет, не произойдет. Ну, все-таки мы верим в высшую силу, которую можно сделать. Я верю в высшую силу, которую мы изберем, но только из очень огромных страданий. Сегодня к этому еще, к сожалению, мало предпосылок. Да. Если бы у него все горело вокруг, и он бы сам горел, да, и выход был бы один на объединение, то он бы на это пошел. Конечно. Конечно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok